Всем привет! В комментариях под прошлыми двумя роликами вы просили сделать также теорию по теории чисел, и мы начали это делать. Роликов по теории чисел будет довольно много, и сегодня хотелось бы поговорить про признаки делимости с доказательствами. Давайте изучим все признаки делимости, которые используются на Олимпиадах. Самые простые признаки делимости. Это признаки делимости на двойку и на пятерку. По-хорошему в пятом-шестом классе должны были изучать, но понятно, что, возможно, кто-то забыл. Поэтому повторим. Значит, число делится на двойку или на пятерку тогда и только тогда, когда последняя цифра делится на два, ну или, соответственно, на пять. Почему это так работает? Я постараюсь у каждого признака делимости давать два доказательства. Не потому что одного недостаточно в математике, вполне достаточно, но одно более детское, а другое более строгое. Поэтому вот первое, что мы сделаем, да, давайте какое-нибудь число рассмотрим, скажем, 252. И подумаем, делится оно на двойку или нет. Как я уже сказал, все должно зависеть от последней цифры. Как мы можем тогда это число себе представить? А давайте мы эту последнюю цифру откусим и заменим на нолик. То есть это число представим как 250 плюс 2. И смотрите тогда, какая ситуация. Число 250 делится на двойку. Оно оканчивается на ноль, значит, даже на 10 делится. То есть это у нас будет 25 на 10. И так как десятка делится на двойку, то и наше число делится на двойку. Ну, значит, делится или не делится сумма полностью зависит от вот этой последней цифры. То же самое с пятеркой, да, 250 делится на 5, потому что это число оканчивается на нолик. То есть делится на 10 и 10 у нас делится на пятерку. Значит, остаток такой же, как у последней цифры. Обратите внимание, что мы на самом деле доказали более классное утверждение. Мы доказали, что остаток числа при делении на 2 или на 5 совпадает с остатком при делении на 2 или на 5 у последней цифры. То есть это уже не совсем признак делимости, это скорее признак равноостаточности. Так, хорошо. Я обещал более строго. Давайте тогда рассмотрим какое-нибудь число, которое выглядит следующим образом. Какие-то циферки и на конце цифра С. Давайте число, образованное цифрами до С, назовем Х. Как тогда можно представить наше число? Ну, смотрите, точно так же хочу С заменить на нолик. Да, и написать Х, оканчивающийся на нолик, плюс С. Ну, давайте так и напишу. Так, нет, получается просто Х, ноль плюс С. Вот эта черта сверху, это так называемая десятичная черта, то есть она просто обозначает, что это десятичная запись, что это не произведение Х умножить на ноль, а именно число, в котором сначала написано Х, потом нолик. Ну, и число Х, ноль можно записать как Х умножить на десять и плюс С. Ну, вот теперь понятно, да, что это число делится и на двойку, и на пятерку. А значит, будет ли делиться вся сумма на два или на пять, зависит только от С. Причем именно, что остаток такой же, как у цифры С. Похожий признак делимости можно сформулировать на любую степень двойки и степень пятерки. Формулируется признак делимости следующим образом. Ну, давайте даже сразу признак равностаточности. Число дает такой же остаток при делении на два вкатой, ну или на пять вкатой, что и число, образованное последними К цифрами. Давайте сначала на частном примерчике, потом разберемся с общим видом. Вот, давайте мы посмотрим, какой остаток дает число 123456 при делении на двойку в третьей степени, то есть на восьмерку. По признаку делимости получается, что такой же, как число 456. Давайте мы это докажем. Ну, так же, как мы это делали до этого, давайте мы последние К цифр заменим на нули. То есть наше число представим как 123 тысячи плюс 456. Смотрите, это число, вообще говоря, делится на тысячу, да? Это число это 123 на тысячу. Ну, а тысяча, она в свою очередь делится на восьмерку. Значит, все число делится на восьмерку. И теперь понятно, что остаток полностью зависит от вот этого числа 456. Ну, кстати, само число 456 делится на восьмерку, поэтому у этого числа остаток 0. Самое главное, что признак делимости, он, ну, действительно помогает, он действительно ускоряет процесс. Когда мы смотрим на последние цифры, понятно, что там проверить делимость быстрее, чем считать столбиком, делить все число. Важное замечание. Помните формулировку, да? Число делится на 8, когда число, образованное последними тремя цифрами, делится на 8. Вот важно говорить именно так. Не последние три цифры делятся на 8, а именно число, образованное последними тремя цифрами. В чем разница? Ну, цифры это 4, 5, 6. Ни одна из них на восьмерку не делится, но число 456, как и все вот это число 123456, на восьмерку делится. Поэтому внимательно здесь следите за формулировками. Иногда знаю, что бывают проблемы. Теперь давайте докажем это в общем виде. Ну, делимость на 2 вкатый и на 5 вкатый. Давайте только про делимость на 5 вкатый поговорим. С двойкой вкатой степени то же самое. Значит, если у нас есть какое-то число, то остаток при делении на 5 вкатый такой же, как у числа, образованного последними к цифрами. Ну, давайте тоже введем обозначение. Пусть вот это х, число, да, без последних к цифр, а последние к цифр образовали число у. Как тогда можно по-другому представить вот это число x, y? Я хочу у заменить на нули. То есть у меня х будет оканчиваться на к нулей. Значит, это х умножить на 10 вкатый. Именно у 10 вкатый будет на конце к нулей. Плюс у. Вот это число у нас делится на 5 вкатый степени. Ну, значит, остаток у суммы при делении на 5 вкатый такой же, как у числа у. Этот признак делимости мы тоже доказали. Теперь давайте посмотрим на признаки делимости, которые зависят не от последних цифр. На очереди у нас признаки делимости на тройку и на девятку. Тоже очень-очень популярны. Давайте сначала сформулируем. Число делится на тройку или на девятку, если сумма цифр числа делится на тройку или на девятку. Или, если формулировать признак равноостаточности, число дает такой же остаток при делении на тройку или на девятку, что и сумма цифр этого числа. Тоже, соответственно, на тройку и на девятку. Давайте сначала докажем на частном примерчике, чтобы было понятно, что происходит. Ну вот у нас число 12 345. Мы живем в десятичной системе счисления. То есть, когда мы говорим число, мы говорим 12 300, то есть 3 сотни, 40, ну то есть 4 десятка, 5. Давайте мы число по степеням десятки распишем. То есть, смотрите, можно как сделать. Это 10000 плюс 2000 плюс 300 плюс 40 и плюс 5. Как можно немножко это дело преобразовать? Но я не хочу писать слишком много нулей. Давайте мы напишем, что это 1 умножить на 10 в четвертой. То есть, сколько нулей на конце, такая же степень десятки. Плюс 2 на 10 в третьей, плюс 3 на 10 в квадрате, плюс 4 на 10 и плюс 5. И еще разок напоминаю, что нас интересует делимость на тройку или на девятку. То есть, остаток при делении на 3 или на 9. Ну, давайте при делении на 9 искать остаток. Вот у нас, например, есть 1 на 10 в четвертой, какой здесь будет остаток при делении на 9. Дело в том, что 10 дает остаток 1 при делении на 9. Ну и, кстати, при делении на тройку тоже. То есть, получается, я могу относиться к десятке точно так же, как к единице. Когда я говорю про остаток при делении на 9, мне получается не важно, единицу я рассматриваю или десятку. Остаток у них одинаковый. Значит, вместо того, чтобы десятку возводить в четвертую степень, я могу возводить единицу в четвертую степень. Что у меня получается? Что остаток такой же, как у следующей суммы. 1 в четвертой. Здесь получается не 10 в третьей, а 1 в третьей степени я напишу. Здесь у меня будет 1 в квадрате. Здесь будет 1 в первой. Ну, а здесь как бы 1 в нулевой тоже могу написать. Для единообразия. Я, конечно, так вот все скрупулезно писал степени единицы, но мы все прекрасно понимаем, что единица в любой степени это единица, и умножать на нее бессмысленно. То есть, все это выражение равно 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Как мы уже сказали, при переходе вот в этом вот остаток при делении на 9 и на 3 не поменялся. А здесь в конце просто равенство. Ну, значит, остаток при делении на тройку или на девятку такой же, как у суммы цифр, что мы и хотели доказать. Ну, кстати, если посчитать, то при делении на 9 получается остаток 6, но при делении на 3 остаток 0, потому что сумма 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 15 на тройку делится. Теперь давайте докажем в общем виде. Итак, в общем виде. Но что здесь нужно понимать? Это все еще делимость на тройку и на девятку. Не надо думать, что мы сейчас говорим про тройку в катой степени, делимость на 3 в катой. Вот предыдущий признак делимости, он работал для любых степеней, двойки и пятерки. А с тройкой девятки так не работает. Ну, например, делимость на 27. Само число 27 имеет сумму цифр 9, но при этом отлично делится на 27. То есть тут такого признака делимости уже нет. Итак, давайте рассмотрим произвольное число. Назовем его цифры таким вот образом, то есть с конца идем а нулевое, а первое, а второе и так далее окаты. Ну, такая нумерация будет очень удобной. Это именно число, то есть рисуем сверху черточку. Как его тогда можно записать? Ну, получается а0 мы умножаем на десятку в нулевой степени. То есть это у нас единицы, поэтому они дают вклад просто как а0. А1 стоит в разряде десятков, значит мы их будем умножать на 10. На 10 в первой степени. А2 стоит в разряде сотен, значит и умножать нужно на десятку во второй степени, когда мы будем вот так расписывать по степеням десятки. Ну и так далее. В конце последние цифры, как у нас расписываются, а к минус первое, перед ним у нас будет к минус один нолик, поэтому умножаем на 10 в к минус первой. То есть смотрите, да, у меня здесь совпадали индексы и дальше понятно, что индекс увеличивается на единичку и степень десятки тоже увеличивается на единичку. Ну и в конце последнее, это у нас а катая на 10 в катой степени. И значит еще разок мы говорим про делимость на тройку и на девятку. Любая степень десятки, 10 в степени n, дает остаток 1 при делении на тройку и на девятку. То есть все степени десятки я могу заменить на единицы. Ну получается следующее. А0 плюс А1 плюс А2 плюс и так далее плюс Ак минус первое плюс Акаты. Еще разок, почему любая степень десятки дает остаток 1? Степень десятки это 10 на 10 и так далее на 10 всего n раз. Каждая десятка дает остаток 1, то есть если я десятку заменю на единицу, остаток не поменяется. Ну а когда мы заменяем на единичку, понятно, что произведение единичек это единичка. Все, мы как и хотели пришли к тому, что остаток при делении на тройку и на девятку такой же, как у суммы цифр. Теперь давайте посмотрим признак делимости на 11. Итак, сначала формулировка. Число дает такой же остаток при делении на 11, что и его знакопеременная сумма цифр. Ну и возникает вопрос, а что такое знакопеременная сумма цифр? Ну вот для числа, который я здесь написал, 15 092, это следующее. Мы идем с конца, то есть справа налево, и перед каждой цифрой ставим знак плюс или минус, чередуясь, начиная с плюса. То есть здесь плюсик, здесь минусик, плюсик, минусик, плюсик. Вот такой же остаток, что и это знакопеременная сумма цифр. Давайте посчитаем, кстати, что у нас получается. Минус 4, минус 9, это минус 13, плюс 2, это минус 11. Остаток такой же, как у числа, минус 11. Ну то есть делится на 11 нацело. Вот что у меня получилось. Давайте разбираться, почему это так работает. Хотелось бы, конечно, не просто доказать, что 15 092 делится на 11, а ну хотя бы на частном примере понять, почему так работает признак делимости на 11. Ну давайте так же, как мы это делали уже с другими числами, распишем через степени десятки. Сейчас сразу степень буду писать. Получается 1 умножается на 10 в четвертой степени. 5 умножается на 10 в третьей степени. Нолик тоже напишем на 10 во второй. Девятка умножается на 10 в первой. И двойка умножается на 10 в нулевой степени. Так, ну вот в чем же прелесть числа 11? До этого, когда мы говорили про тройку и про девятку, у нас степень десятки всегда давала остаток 1 при делении на тройку и на девятку. Ну и поэтому любая степень десятки просто убиралась, оставалась сумма цифр. Что можно сказать про остатки степеней десятки при делении на 11? Так, ну 10 в нулевой, конечно, дает остаток 1, да? 10 в первой, ну вообще, конечно, остаток 10. Но смотрите тут какая ситуация. Есть более приятное число, которое тоже дает остаток 10 при делении на 11, но с которым как бы удобнее работать. Это минус единица. Ну действительно, минус единица дает остаток 10 при делении на 11, потому что если я из минус единицы вычитаю 10, вычитаю остаток, получается минус 11, которое делится на 11. Так все и работает, да? 10 во второй степени. Ну можно ручкой посчитать, да, что это 100, 99 делится на 11, то есть остаток будет 1. А можно посчитать и не ручками, потому что что мы сейчас осознали? Мы осознали, что десятка дает такой же остаток, что и минус единица. То есть в произведении, ну вот, например, для 10 в третьей, 10 на 10 на 10, если я каждую степень десятки заменю на минус единицу, остаток при делении на 11 не изменится. Заменяем. Ну а перемножать минус единички очень легко. Если количество нечетное, то получается минус единица, а если четное, то получается плюс единица. Ну то есть 10 в третьей будет давать такой же остаток, что и число минус 1, а 10 в четвертой будет давать такой же остаток, что число 1. Давайте заменим вот в этой сумме. Равенство не пишу, потому что равенства здесь нет. Здесь просто не меняется остаток при делении на 11. Получается следующее. Так. Ну давайте, да, справа налево идем. Просто будем писать тоже справа налево. Значит, двойка получается на единицу умножается. Девятка на минус единицу, потому что здесь 10 в нечетной степени. То есть минус 9. Ноль. Ну как бы на единицу умножается, потому что десятка во второй степени дает остаток 1. То есть получается здесь плюс 0. Пятерка на 10 в третьей, 10 в третьей то же самое, что минус единица. То есть минус 5 получается. Мы 5 умножили на минус 1. И здесь получается плюс 1. Плюс 1. Вот у нас и получилась наша знакопеременная сумма. Причем, почему всегда в конце плюсик? Почему мы именно с него должны начинать? Потому что в конце это точно будет десятка в нулевой степени. И она дает остаток 1. Десятка в первой будет давать такой же остаток, как и число минус 1. Поэтому могу заменить ее на минус единицу. То есть справа налево будет именно плюс-минус, плюс-минус чередоваться. А вот знак у самой левой цифры, вот этой вот, он может быть разным. У пятизначного числа будет плюсик, а у, например, шестизначного уже будет минусик. Если бы я здесь написал, например, еще шестерку, то здесь бы получилось минус 6. Поэтому восстанавливаем справа налево. Вот так вот это работает. Опять же, важно, тоже иногда путают, говорят, что должны быть равны суммы цифр на четных и нечетных местах. Да ведь, если мы сложим цифры на нечетных местах, это то, что у нас пошло с плюсом, а на четных то, что пошло с минусом. Так вот, это неправда даже для нашего числа. Сумма 1 плюс 2 и 5 плюс 9 не равны, но число делится на 11. На самом деле эти суммы должны отличаться на число, делящееся на 11, чтобы число делилось на 11. Почему я и почти все используют именно терминологию знакопеременная сумма? Потому что с ней можно сформулировать признак равноостаточности. Что мы и сделали. Число дает такой же остаток, что и знакопеременная сумма цифр, которая восстанавливается справа налево и чередуется плюс-минус, плюс-минус и так далее. Теперь давайте в общем виде. Тоже давайте напишем произвольное число. Также его назовем. Распишем через степени десятки. Так, получается АКТ на 10 в катой плюс АК минус первое на 10 в К минус первой и так далее. А3 на 10 в третьей, А2 на 10 во второй, А1 на 10 в первой и А нулевое давайте на 10 в нулевой. Когда мы говорим про делимость на 11, как мы уже поняли, десятку можно заменить на минус единицу. Минус единица будет давать такой же остаток. Давайте это и сделаем. Здесь мы получим АКТ на минус 1 в катой, АК минус первое на минус 1 в К минус первой и так далее. В конце, ну давайте опять же с конца пойдем. Значит, плюс А0 минус А1, потому что 10 в первой заменяется просто на минус единичку, то есть минус А1. Плюс А2 на 10 во второй, 10 во второй заменяется на плюс единичку, значит, плюс А2. Ну здесь получается тогда минус А3, потому что 10 в третьей заменяется на минус 1 в третьей, то есть на минус единицу. Ну и так далее, да. Здесь я знаки восстановить не могу, потому что это действительно зависит от четности К. Но я точно понимаю, что знаки дальше чередуются у соседних степеней. Степень десятки отличается на единицу, соответственно, в одной четные, а в другой нечетные. Знаки разные. Вот мы и получаем знакопеременную сумму, и при этом, как мы уже сказали, остаток при делении на 11 не поменяется. Ну вот на самом деле на этом в каком-то смысле все, потому что самые реальные для использования признаки делимости закончились. Давайте сначала небольшое отступление, а потом докажем еще два признака делимости, тем не менее. Вообще признак делимости можно, получается, сформулировать на любое число, потому что, ну, рано или поздно степень десятки, она какой-то остаток будет давать, когда-то она зациклится, и, соответственно, мы можем придумать какое-то правило, да. Если у нас, например, делимость на 17, не позже, чем 10 в 17 степени у нас зациклятся остатки, и значит, можно будет как бы не считать столбиком, а что-то сделать с циферками. Но понятно, что вот это вот когда-нибудь может случиться действительно довольно нескоро. Ну и более того, не так часто в задачах встречается, например, делимость на то же число 17. Хотя вот на Всероссийской Олимпиаде в прошлом году была, хотя признак делимости там был ни к чему. Так вот, тем не менее, есть два еще числа, семерка и 13, которые связаны со степенями десятки таким интересным свойством. 7 умножить на 11 умножить на 13 это тысяча один. То есть что получается? Ну, я буду говорить сейчас про делимость на 13 с делимостью на семерку все то же самое, да. Получается, тысяча дает такой же остаток при делении на 13, что и число минус один. При делении на 13. Что это означает? Это означает, что если мы наше число, вот давайте на примере этого числа, и не будем в общем виде записывать, я думаю, что тут каждый, кто хочет доказать строго, уже сам справится в общем виде написать. Нам для практических целей это не так часто будет нужно, да, поэтому оставим такое доказательство. Немножко на частном случае. Получается, что если мы разложим вот это число не по степеням десятки, а по степеням тысячи, да, то есть вот так разделим цифры на тройки и разложим по степеням тысячи, то мы сможем степень тысячи заменить на минус единицу в такой же степени. Так, давайте на практике я покажу, что имею в виду. Значит, смотрите, 123. 123 у нас умножается на тысячу в третьей степени, потому что потом еще идет три блока из трех нулей. Тысяча в третьей. Да, если бы у нас количество цифр не делилось на тройку, то есть, например, вот было бы просто там 23 миллиарда 456 миллионов и так далее, то мы бы последнюю тройку получили бы неполную, да, то есть мы бы написали просто 23. Также, да, как мы делали в прошлые признаки делимости на 11, мы шли справа налево, здесь мы тоже с конца идем, разбиваем на тройки, пока у нас не останется, ну, либо полная тройка, либо неполная. Так, 123 умножить на тысячу в третьей плюс 456 на тысячу во второй степени плюс 789 на тысячу в первой степени и плюс 014, напишем на 014, ну, на тысячу в первой степени, в нулевой степени. В нулевой степени. И еще разок, если я говорю про делимость на 13, я все эти тысячи могу заменить на минус единицу. Давайте это сделаем. Получаем 123 на минус 1 в третьей степени, 456 на минус 1 во второй степени, 789 на минус 1 в первой степени, ну и плюс 014 на минус 1 в нулевой степени. Тоже давайте запишем. Ну и понятно, что степени числа минус 1 очень легко считаются. Идем справа налево, четные дадут плюсик, нечетные дадут минусик. То есть это то же самое, что в конце плюс 014, здесь минус 789, здесь плюс 456 и минус 123. То есть получилась такая знакочередующаяся сумма трехзначных кусочков. Если для делимости на 11 мы разбивали все просто на обычные цифры и чередовали плюс-минус плюс-минус, то здесь мы разбиваем на такие трехзначные кусочки и тоже чередуем знаки. Ну давайте, кстати, досчитаем. Уже понятно, да, почему не так приятно пользоваться этим признаком делимости. Даже вот сейчас, да, хотя мы вроде признак делимости использовали. Тем не менее нам еще осталось, что считать. Так, ну смотрите, значит, как можно сделать. Минус 123 плюс 456 это плюс 333. Да? Это понятно. Минус 789 плюс 14. Это будет минус. 700 останется. 8 на 7 поменяется. 9. Минус 9 плюс 4. В общем, пятерка здесь будет, да? Пятерка. Минус 775 плюс 333. Ну, соответственно, вычитаем просто. Вот, 333 получается 442. 442. Ну и тут делится ли оно на 13? Надо проверять просто ручками. Давайте проверим. 442 делим на 13. 39 делится на 13. Получается тройка. И 52. Кстати, делится на 13, да. Это 34 на 13. Так, 52. Здесь остаток 0. Вот, то есть, это число, оказывается, делится на 13. Ну, а делится ли на семерку, можете сами проверить. Ну, хотя, а чего сами проверять? Уже понятно, что не делится, да, потому что тоже знакопеременная сумма по таким тройкам будет равна минус 442. Кстати, вот здесь минус, да. Минус 442. И на семерку оно не делится, потому что это 13 на 2 на 17. Множители 7 здесь нет. Вот такая вот штука получилась. То есть, в принципе, да, тоже признак делимости, но которым пользоваться не так удобно. И, как я уже сказал, можно сформулировать и другие признаки делимости, но почти, почти во всех задачах, которые вы встретите, будут использоваться только признаки делимости на двойку, пятерку и степень двойки, пятерки, на тройку, на девятку или на 11, которые мы сегодня повторили и доказали. Не забывай поставить лайк, если ролик был полезен. Пишите комментарии, про что рассказать еще. И спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok